итак это панков и это третий выпуск панков концепт он тоже будет коротенький и он тоже посвящен работе с захватами на этот раз когда я снизу и так я ловлюсь в предыдущем выпуске мы смотрели на то как верхний работает с захватами со штаны да теперь мы посмотрим это с другой стороны как работает нижний итак смотрите вот мои ноги он хочет мои ноги задавить сейчас я просто положил ладони на мои ноги придавим вот он хочет загрузить мои ноги чтобы я не могу двигаться и куда-то зайти да чтобы получить преимущество бал или дать мне помоги смотрите что я делаю если я хочу чтобы мои ноги были все время поверх его рук тогда он не сможет воздействовать на мои ноги кладешь ладошки на ноги давишь смотрите сейчас он положил ладони поэтому я ноги могу вывести в любую сторону я могу вывести сюда я могу вывести сюда очень важно когда я увожу ноги мои стопы всегда на себя пригружаю если вы расслабили стопы смотрите я пытаюсь взять движение все то же самое держу вес не могу стопы на себя стопа на себя стопа на себя стопа на себя я не выкручиваю стопы вбок вот просто натягиваю пальчики на себя еще раз он плывет открытой ладони одновременно с ним я могу в любую сторону я могу две ноги снаружи еще раз я могу две ноги изнутри я могу одна нога снаружи другая изнутри пока он не обхватил мою ногу я могу двигаться в любую сторону что я делаю после он давит я бум моя нога пригружает его руку вот моя нога то же самое пригружает его руку когда появляется захваты нерколько меняется движение сейчас обхватываю вот не нет сейчас за ногу да вот смотри он обхватывает мою ногу пальцем на ногу чуть пониже вот он придавливает вот у него большой палец вывести в эту сторону я не смогу здесь четыре пальца тяжело у меня осталась только одна сторона пальчики на себя я вывожу ногу в сторону большого пальца он не будет моментально допускать захваты он же хочет контролировать то есть он своими руками держит мои ноги мои ноги поверх его руку и очень важно я немножко пригружаю его руки да чтобы остановить его захваты он сразу же будет их менять да снова брать мою ногу не не пока за ногу бешенок пока он будет брать ногу давить вниз и снова то же самое это постоянная работа если он задарит мои ноги и я не успею их достать ничто не остановит его прохода поэтому вот мои ноги он давит выхватывает когда он отхватил через внутрь бум бум обязательно мои ноги пригружают его руки когда он берет за штаны все немножко меняется он пригружает и смотрите через внутрь мне будет вывести тяжело потому что его рука будет сопровождать мою ногу вместе со штаниной я буду заваливаться в эту сторону когда меня берут за штаны пригружают я наоборот вывожу через наружную сторону очень важно возьми сейчас крепко за штаны пригружай потом пригружает вот видите захвата тянулся я давлю своей ногой на его руку чтобы вот эта захвата слаб если я просто оставлю ногу здесь он просто накид руку обратно на верх ноги уберет ее придавил здесь этот захват не эффективен потому что он его отпустит пока он отпустит захват у меня есть время разумеется если он просто взял за штаны и не давит я могу это сделать изнутри вот я пригрузил ногой не упырялся мне захват потому что смотрите если у вас просто нога лежит он легко выкидывает рукой ногу вот туда да круче кулачок как в предыдущем выпуске если я заложил ногу на руку пытайся выкидывать все не упырялся меня захват итак три ситуации три действия просто открытая ладонь на ноги могу его вводить в любую сторону поверх него он обхватывает мои ноги ниже не держит саму удобнее вот здесь да только через внутрь там где большой палец то же самое и теперь берем за штаны вот теперь через наружу да важно еще разок за штаны у вас не получится делать двумя ногами одновременно поэтому разумеется я делаю по ситуации какой ногой мне в каждой ситуации нужнее одна вторая это постоянная работа за которой я должен следить разумеется в борьбе по столу я обыграю в руку он потеряет захват я захочу забрать захват и не дайте в руке свободу само по себе это очень хорошее упражнение для того чтобы вы приучились не отдавать себе ноги сопернику бесплатно чтобы он не получал вот этого и начинал вас легко проходить это видео будет очень полезно тем кто купил курс по открытому гарду я объяснял это на курсе и те кто были на семинаре или смотрели курс для вас это будет более наглядно показана деталь а те кто не купили курс то вот это одна из множества маленьких но очень полезных деталей которые сделают ваш гард гораздо крепче гораздо надежнее и в принципе помогут вам научиться эффективно и уверенно бороться снизу ненависть как жесткий прям жесткий контроль тяжей вот за это его больше всего ненавижу и поэтому люблю его семинары потому что плотность вот этого контроля когда на тебе отрабатывает другой человек твой партнер по этим отработкам ты не чувствуешь такого давления но когда на тебя ложится миша это полная вакханалия какая-то после которой тебе хочется встать и убежать от этого семинара все очень доступно пошагово и самое главное как миша вначале нужно воспринимать все это буквально и делать именно то что он говорит тогда все будет круто а